Что касается перегрева, мы действительно считаем, что экономика перегрета. Напомню, что мы вкладываем в это понятие перегрев или положительный разрыв выпуска. Это такое состояние экономики, когда объем выпуска превышает так называемый потенциальный ВВП, то есть тот выпуск продукции, товаров и услуг, который может быть произведен экономикой, исходя из наличных здесь и сейчас ресурсов, технологий, производственных процессов, цепочек, без быстрого роста цен или раскручивания инфляционной спирали. Оценивая степень перегрева, мы смотрим на широкий круг показателей. Среди основных можно выделить безработицу, темпы роста реальных зарплат, динамику кредитования, конечно, главный показатель инфляции. Количественной оценки масштаба перегрева мы не даем, потому что это все-таки такая ненаблюдаемая величина, но динамика инфляции – это очень важный показатель перегрева экономики. При этом у нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем, о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был, наверное, максимальным за последние 16 лет. Он накануне кризиса 2008 года был выше, и это усугубило глубину экономического спада, который был во многом вызван внешними причинами. Это, кстати, показывает те риски, которые есть, если будет дальнейшее усиление перегрева. Поэтому наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы вот этот разрыв выпуска сокращался, и экономика перешла к сбалансированным темпам роста. Спасибо.